Сейчас мы узнаем, кто же занял первое место на чемпионате мира. Веселовзоров Алексей или же Олейник Алексей? Друзья, всем привет! Вы на канале Ушатайка. И сегодня у нас ностальгическое интервью. Алексей Веселовзоров тренировался в легендарном зале Red Devil с Федором и Александром Емельяненко. Бился в М1 еще в начале этого века. Побеждал Алексея Олейника в финале чемпионата мира по боевому самбо в Махачкале. В беседе с нашим корреспондентом Евгением Нарижным Веселовзоров рассказал о том самом поединке с Олейником, появлении Федора в Red Devil, жестком спарринге с Александром и многом-многом другом. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться. И приятного просмотра! Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте. Для начала я что хотел бы узнать у вас. Вот вы родились в Ленинграде, а как вообще начали свой путь в единоборствах? Ну, совсем в детстве я чуть-чуть пробовал самбо заниматься, но очень недолго. А потом старший брат пошел на тренировку по рукопашному бою. Тогда еще восточные единоборства не были особо распространены, карате вообще было запрещено. И все, что было похожее, все миновали, наверное, на рукопашный бой. В общем, пошли на рукопашный бой. Там пришло очень много желающих. И нас разделили на два возрастных потока. Те, кто постарше, оставили заниматься рукопашным боем. Те, кто помладше, отдали на бокс. Параллельно с боксом начали заниматься карате. На тот момент еще запрещенным. Занятия были подпольные, полуподпольные. Это тоже добавляло антуража, мистики какой-то. Все было очень запутано. Мало кто знал и технику, и историю, и философию. Потом у меня был вынужденный перерыв, после которого я случайно увидел на улице афишу, которая рекламировала предстоящие бои без правил, и телефон для спортсменов, желающих участвовать. Друзья, а сейчас хотим рассказать о новой акции партнера нашего канала. Сегодня каждый новый клиент гарантированно получает 3000 рублей за регистрацию. А в ночь на 14 апреля состоится долгожданный турнир UFC 300. Переходи, по сути, в закрепленном комментарии, регистрируйся на сайте или в приложении, получай 3000 рублей и ставь на своего фаворита. Всем удачи! Ну вот как раз тогда был клуб самый известный в Санкт-Петербурге, наверное, вообще в стране Red Devil. В общем, Петербург в то время был такой колыбелью и смешанных единоборств вообще, и как раз и микс-файтер в частности. То есть, в том числе по боевому самбо, то есть, ну, я начал заниматься, выступать по боям без правил, понял, что мне сильно не хватает борцовской подготовки, начал борьбой заниматься. И в том числе меня очень известный в Питере в то время тренер и энтузиаст Сергей Далматович Селеверстов сагитировал ехать на соревнования по боевому самбо. Так я заинтересовался боевым самбо. То есть в Red Devil вы уже готовились к первому же поединку своему? В Red Devil я пришел на отбор, прошел отбор и стал участвовать уже в соревнованиях, которые были, ну, сейчас, наверное, меньше уже крутят, но время их много крутили. Они были на кассетах записаны, на дисках. Дальше начались отборочные соревнования, которые проходили в Санкт-Петербурге вот на арене юбилейного дворца спорта. Это были такие, ну, своеобразные соревнования, потому что время мало еще все-таки кто знал, что это такое. И приходили с самого разного уровня подготовки спортсмены, с различных стилей, зачастую экзотических. Это напоминало, наверное, как какие-то сюжеты из фильмов, из, не знаю, Mortal Kombat, не знаю, фанат. В общем, ну, какие-то такие, ну, действительно, иногда вызывало просто эту улыбку, иронию. Бесконтактники, наверное, всякие приходили? Бесконтактники приходили, представители, там, всяких школ секретных, обезьяны, там, не знаю, кобры. Ну, я с уважением отношусь ко всем единоборствам. Но, как я уже говорил, в то время же еще информации было недостаточно, и многие изучали боевое искусство по книжкам, по фильмам. И поэтому буквально пытались подражать, и то же самое демонстрировали в реальных поединках, что, естественно, у всех вызывало улыбку, какую-то иронию. Хотя, ну, и достаточно серьезные спортсмены попадались, ну, и поэтому там были такие достаточно тяжелые нокауты и травмы. В общем, так это все было достаточно, достаточно жестко. Иногда просто случайно люди оказывались на этих соревнованиях. То есть, так, мой друг, ну, я с ним там познакомился, но до сих пор дружим близко, там, мой самый близкий друг, он оказался на этих соревнованиях в качестве болельщика. Вообще пришел поболеть за своего друга, с которым они вместе занимались, значит, и где-то там готовились с амбистом. И просто в последний момент, в общем, стало непонятно, кому выходить, в общем, я на морского бросали, кому выходить, он пришел болельщиком, в итоге оказался в кое, и пришлось там выступать. В общем, успешно выступил достаточно. Остался потом в единоборстве? Он остался, ну, он остался в спортивных единоборствах по смешанным, ну, может, у него еще пару там каких-то опытов таких было, экзотических, но он достаточно профессионально самбо, дзюдо занимался, он чемпион мира и Европы по самбо. А, в ком лети, в принципе? Руслан Гасымов, секрет. Да, это наш внешний председатель исполкома федерации самбо, и, ну, мой друг, в общем, очень заслуженный, известный спортсмен в Санкт-Петербурге. Если возвращаться вот к тем временам, когда вы проходили отбор в Red Devil, вот как эти отборы вообще выглядели? То есть вы там проходили какие-то спарринги? Да, вот именно так, вот буквально, то есть мы приходили в зал тогда тренировочный на обводном канале находился, но многие, вот, кто занимался, интересовался, знают, там был такой небольшой залчик, на первом этаже там стоял маленький кой в углу, мешки, ну, традиционно деревянный пол, гвозди торчат из стен, периодически у них травмируются, и там просто желающим спортсменам, которые предстояло участвовать, им предлагали там между собой провести спарринг, и из него, в принципе, было понятно вообще, человек понимает, о чем речь или нет, ну и в дальнейшем, то есть кому-то предлагали выступать, причем, смешно, для нынешних спортсменов, наверное, это смешно звучит, это было бесплатно абсолютно, то есть там же был миф о каких-то гонорарах, сейчас, наверное, действительно серьезные гонорары, особенно на профессиональном уровне там уже платятся, в то время это просто вот желающие подраться приходили совершенно бесплатно, значит, брались, первый раз какую-то премию нам дали за бой, который просто у нас там 18 минут продолжался, в общем, оба друг друга сильно помяли, выглядели оба непрезентабельно с моим соперником, 50 долларов нам дали премию, ну, то есть вот, ну и по ряду гонораров в то время тоже был такой, можно было получить 100, 200 долларов за бой, 300, там, не знаю, нужно было там, чуть позже, там можно было за 500 долларов, я как бы куда-то в Москву в казино выступать, то есть, ну, в общем, тогда каких-то больших денег не платили, ну, по крайней мере, вот на уровне Редевила точно. А знаете, что я имею в виду, то есть там не было такого, что вы приходите в Редевил и вас тестируют условно на попадание в зал, там, Амар Сулуев или Роман Денцов? Да нет, там такие же, скажем, отчаянные, кто хотели попасть, их между собой скрещу. Кстати, как раз тот бой, про который рассказывал у Руслана Гасымова, который был, у него как раз с Романом Денцовым был, он быстро, очень, правда, закончился, был его приемом, вот, но это как раз был Роман Денцов, был оппонентом. Вот когда вы пришли в Редевил, какой там был костяк вообще, ну, бойцов, то есть помните, кто там был? Ну, вот, все, кого вы уже озвучили, Роман Денцов, Амар Сулуев, Андрей Семенов, Арман Гамбарян, Галяев, Сергей, ну... Братья Емельянинка? Нет, братья Емельянинка, в тот момент их не было точно, то есть спустя какое-то время появился Федор, причем он же не в Редевиле, в общем-то появился, просто он выступал в Russian Top Team, насколько я знаю, его, ну, Вадим Фелькенштейн, его, так скажем, переманил, переманил, в общем, переподписал контракт с Редевилом, ну, и на тот момент, на тот момент Александр, по-моему, еще даже находился в местах лишения свободы, если я ничего не путаю, ну, то есть это где-то вот, может, чуть раньше, чуть позже было, потому что ну, с Федором мы уже познакомились, мы, кстати, с ним познакомились тоже на соревнованиях по боевому самбо, в 2002 году, если мне память не изменяет, вот, и тогда никто не знал, что такой Федор Емельяненко, ну, вот, он выиграл соревнования, и так мы на награждении рядом стояли, разговорились, он говорит, я видел бои уже, ну, а в то время по телевизору уже давил, показывали, крутили, научишь меня ногами бить, я буду, конечно, на сборах увидимся, вот, потом, спустя какое-то время, он, насколько я знаю, помог Саше пораньше освободиться, и Саша появился на соревнованиях, Саша Емельяненко, мне кажется, он в Рдевиле вообще особо и не появлялся, то есть, Федор там где-то появлялся, и на тренировках, возможно, но не постоянно, то есть, у него все-таки свой какой-то план был тренировочный, он ездил на сборы, на различные, но, Федор особо там не помню, чтобы вот в массовой какой-то группе занимался с нами. То есть, он когда пришел в Рдевил, вы уже там были, он как новичок там был. Ну, не то, что мы, да, мы уже были, мы уже ездили с Рдевилом на соревнования, ну, и честно говоря, вообще, когда появился Федор в команде, интересы и Вадима Фельденштейна, они, в общем-то, изменились существенно, потому что, ну, основное внимание, конечно, на Федора стало направлено, точнее, их не было такого рода спортсменов на этот момент, тут, конечно, они сильно сосредоточились на нем, на его выступлениях, ну, и за ним следом уже, соответственно, там последовал как раз и Саша, тогда это еще был Прайд, знаменитый такой промоушен японский, с которого, в общем-то, начиналась такая большая история, наверное, вот этих смешанных единоборств. А знакомство с Федором, вот на чемпионат? Нет, это был чемпионат России в Москве, по-моему, 2002 год, могу плюс-минус год ошибаться, но... Вот, какое впечатление тогда осталось от Федора? Положительное, очень скромный, доброжелательный человек, мы всегда очень хорошо с ним общались, не знаю, всегда он к ребятам, ко всем хорошо относился, с Федором всегда хорошие отношения были, ну, мы не постоянно общаемся, но, в принципе... То есть, какой-то близкой дружбы у вас не было никогда? К сожалению, не могу так сказать, нет, ну, мы в разных городах все время жили, и так, ну, когда пересекались, нормально всегда общались, и, ну, телефоны были, могли там созваниваться, какие-то вопросы возникали, вот, ну, с Сашей, с Сашей, наверное, даже больше каких-то было таких, вот, ну, встреч, где-то, еще больше с Ваней было, ну, Ваня вообще у нас работал, честно говоря, в организации, В охранной организации, в частности, Ваня работал, да, у нас, ну, у нас большой достаточно бизнес, одно из направлений, одно из первых, это охрана в клубах, составляли ему охрану в клубах, и, в частности, Ваня вот работал в этом направлении, много всяких историй было, ну, и тренировался он в Санкт-Петербурге, у Коршунова Александра Игоревича, в общем-то, так и на тренировках пересекались. Как вам Иван, как сотрудник? Подготовленный, для этого дела точно очень подготовленный, то есть, он, может быть, не достиг таких высот в спорте, как братья, но, ну, у него и подготовка немножко другого плана была, как раз тоже борцовской не хватало подготовки, то есть, он больше ударный все-таки, но в клубе безопасности его навыков хватало, за глаза, вполне. Как он появлялся? Ну, не стоит сильно освещать эти моменты, но подготовленный, в общем. Федор, по-моему, в 2004-м пришел, или в 2003-м, а вы закончили карьеру? Где-то, наверное, ну, я уже, мне кажется, где-то после 5-6-го года систематически не выступал, не выступал, а потом еще было пару приглашений, я, по-моему, последний бой был в ледовой арене, тогда, с французским спортсменом, по-моему, я дрался, выиграл, но, вот такое, наверное, в кое, одно из последних выступлений моих было, но, сейчас не назову год, может быть, 8-й действительно год, не помню. Когда появился Федор, ну, наверное, справедливо, и интерес Вадима Фелькенштейна, всей промоутерской группы был направлен на него, в общем-то, другие ребята стали менее интересны, ну, явно не дотягивали по уровню, поэтому, ну, так, в общем-то, стало, стало, наверное, клубу неинтересно, но и мне стало неинтересно, ну, интеллигентно, разошлись, и дальше продолжил еще какое-то время выступления по боевому, самбо, по джиу-джитсу ездил на много соревнований различных, на российских, на международных. Я нестабильным спортсменом был, я мог ярко выиграть, мог, там, в какой-то важный момент, достаточно нелепо, может быть, проиграть, то есть, не хватало подготовки, все же были, в общем-то, все на самоучке, то есть, в то время все просто ходили, там, добирали то, что им не хватало сами, ну, то есть, про Федора я сказал, что он тренировался в Голландии, там, еще куда-то ездил, то есть, он, в общем-то, свой спортивный план выстраивал сам, и, не хватающую подготовку, тоже добирал сам, то все, все так же, в общем-то, действовали, то есть, там, кто-то ходил на борьбу, кто-то ходил, там, на ударную технику, на бокс, вот, на знаменитый, там, крупно-боровой был, ребята с Redevil, это ходили боксировать, то есть, не было, как таковой, сложившейся, как сейчас уже, и школы, именно, смешанных единоборств, именно миксфайта, где, все уже понимают, что есть, там, определенный, определенный, необходимый набор подготовки, борьбы в партере, в стойке, функциональной подготовки, ударной техники, это, специфическая ударная техника, отличается от других стилей, от бокса, от каратэ, от любых ударных видов, она отличается, ну, наверное, наиболее близко, боевое самбо, все-таки, ну, и боевое самбо, кстати, к вечному спору, что ближе всего к реальности, боевое самбо, ближе к реальности, чем, например, миксфайт, там, борьба идет в, одежде, миксфайт, с голым торсом, редко, где в реальной ситуации, с голым торсом, а когда ты там, когда тебе там, свитер на голову натянули, в общем-то, условно, или схватили там, где-то за куртку, и прижали, то есть, тут, может быть, твои навыки, вот эти, которые, ты приобрел в миксфайте, не так ярко и проявятся, вот, поэтому, в общем-то, в то время, в общем-то, все-все добирали сами, и все занимались сами, поэтому, я был, ну, как все, как старался, как умел, но, в общем, не всегда это успешно было, то есть, я помню, что, например, был турнир в Москве, где я, с таким известным, тоже, на тот момент, потом он, еще дальше, добился, даже более, серьезных достижений, в, смешанных, единоборствах, миксфайте, Деннис Канг, такой известный был спортсмен, вот, я на него попал, и, в общем-то, не удалось не выиграть, у него тоже, я так легко вначале, тоже с ноги попал, в общем, порадовался, думал, что сейчас я его добью, и зачем-то полез с ним бороться, в борьбе он явно был сильнее, меня выиграл, вот, ну, мне потом сказали, что там присутствовал на турнире представитель прайда, как раз, и что, если бы я выиграл, у меня был бы шанс, там, с прайдом подписать контракт. Вы сказали, что, получается, в Red Devil больше присутствовал Федор, а не Александр, но вы больше общались с Александром. А с Александром я больше общался, потому что, он просто, ну, когда только вот он начал, еще, в общем-то, выступать и заниматься, мы практически сразу, уже, как я сказал, познакомились с ним, на сборах были, в Москве, нетрадиционно проходили, вот, по-боевому самбо, и, когда он, он в Питере, особо никого не знал, когда он приезжал, как-то так получалось, что мы с ним, в клубы, даже какие-то ходили, то есть, город ночной показывал, и не ночной, ну, так, как-то, как-то так сложилось, не могу сказать, что прямо много с ним общались, но, вот, был такой период, как-то, вначале, потом, естественно, у него появилось много других, каких-то более близких, наверное, друзей, контактов, общения, поэтому, ну, а Федор изначально, наверное, был окружен вниманием, может быть, Саша меньше внимания, вначале, уделяли, ну, не знаю, так получилось, просто, вот, а в основном, конечно, мы пересекались на соревнованиях, на сборах, и, ну, там, достаточно продолжительное время, спортсмены находятся вместе, и общались, очень хорошо, ну, я считаю, что и для Федора, и для Александра, очень серьезное испытание, ну, каким-то вниманием, к их личности, потому, что, в общем-то, и они оба незаварядные спортсмены, Федор, ну, вообще, мирового уровня, легенда, и естественно, к его личности, очень много было внимания, на мой взгляд, серьезное испытание для человека, думаю, и Саша тоже, в какой-то момент, на мой взгляд, вот это его ощущение, что ты у всех находишься в перископе, на виду, у всех на виду, да, все за тобой следят постоянно, и то, что, ну, для обычного человека, может быть, эти ситуации, которые у него сложили в жизни, их бы и не было, если бы это был обычный рядовой человек, то есть, они случились, потому, что это был Александр Емельяненко, и все, может быть, захотели где-то похайпиться на его имени. Ну, кстати, Александр, в последнее время, он так, довольно активно дрэш-ток использует, да, ЦК? я видел. Да, а вот то время, он таким же был, то есть, жестким, вот, в каком-то личном общении, или как-то мягким, может, был более? Да, не, ну, мягким Александром никогда не был, честно говоря, вот, но, я думаю, что, конечно, скромнее был, конечно, и скромнее, и спокойнее, однозначно, естественно, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, да, и, честно говоря, слава, я помню, вообще, когда он только появился, и тоже его, и тренер, Эрик Кайбышев, привозил, Red Devil, но, у него было много эмоций, и очень, очень, Вы же с ним на одном турнире выступали? Ну, мы на турнирах на одних выступали, ну, и вообще знакомые, общались там, и тренировали где-то, ну, не то, что он постоянно тренировался в Red Devil, но бывало, приезжал, и, как я уже говорил, я помню, когда только появился, и запомнился именно тем, что у него очень много было эмоций, желания, и не хватало техники на этот момент, и сейчас я смотрю за его, спортивным, причем, не прям не слежу, но как-то периодически попадают, какие-то его моменты подготовки, его там, активно пиарят, его вот, соревнования, выступления, какие-то мне попадались, и, ну, я хочу отдать должное, что он, на мой взгляд, как раз-таки, и как личность, подразвился, ну, своеобразные, специфические, но просто то, что было там, вот до момента, вот там, первых этих, как бы это помягче выразиться, отбывание там наказания, за всякие разные правонарушения, когда он очень сильно, там, в эту сторону, отклонился, и когда он, сильно в этом направлении, там, начал, туда двигаться, куда-то, ну, я считаю, что, конечно, он сейчас, другой человек, совершенно, на мой взгляд, ну, все знают, что там были определенные, и может быть, и есть разногласия какие-то, и вот меньше всего, хотелось бы какие-то, наверное, свои суждения по этому поводу высказывать, они сами разберутся, еще раз говорю, я, ну, что, когда Саша, ну, отбывал наказание, еще, Федя уже выступал, и, в общем-то, насколько я знаю, предпринимал некие усилия, для того, чтобы помочь Саше, побыстрее, значит, чтобы его все эти неудобства закончили, несмотря на то, что Саша, там не образец дисциплины был, в общем-то, и в жизни, и, соответственно, там, насколько я знаю, вот, по-братски, старался ему помочь, опять же, когда он освободился, опять же, благодаря Феде, я так все-таки понимаю, Саша оказался сразу, там, в каких-то, неизвестно, чем бы он занялся, если бы не Федя, то есть он оказался в какой-то спортивной струе, начал заниматься, выступать, и ездить, и, естественно, во многом, возможность выступать на определенном уровне, я думаю, что это, в общем-то, Федина заслуга, так скажем, ну, и Саша на заслуга, что он, талантливый спортсмен, естественно, который показывал результаты, но не все талантливым, не всем талантливым спортсменам представляется возможность выступать на в топовых промоушенах, благодаря тому, что все-таки это Саша Федин брат, то есть у него был этот некий карбанш, вот, с Ваней, ну, Ваня как-то всегда немножко, он, так, отстраненно был, то есть он как-то, большая разница в возрасте, он младше, там, и, ну, опять же, вот, как в спорте он не оказался рядом, то есть у них как-то, наверное, интересов общих не было, в этом смысле, ну, далеко идущие, какие-то были в какой-то момент, но вот, как-то особо, там, не продлилось это, хотя, наверное, многие видели, там, всякие кадры, когда на сборах Ваня с Сашей бегают, там, во школе, где-то, где-то, где-то они готовились, то есть Ваня с ними рядом присутствовал, ну, вот, как-то результатов это не дало, видимо, и поэтому, наверное, он как-то его и вообще меньше знают, что вообще есть третий брат. Ну, вот сейчас узнали, недавно. Ну, я просто не знаю, чем он сейчас выступает. вот он начал, где-то год назад, наверное, там, МММ, вот это вот, боксовым оперчаткам. Ну, видите, я просто не отслеживаю, я еще раз говорю, я знаю, что он нас работал, потом уехал в Москву, по-моему, тоже личным телохранителем, насколько я слышал, работал где-то, ну, что он сейчас решил вернуться, спорт, ну, наверное, хорошо. А в Родевиле, вот с кем вы, ну, по большей части, с кем спринговали? То я сейчас уже не вспомню, там, все между собой как-то занимались, и выступали, и тренировались, ну, с Амаром Сулоевым очень дружеские, вот и с Амаром Габаряном были отношения, с Андреем Семеновым до сих пор мы там где-то пересекаемся, ну, нормально тоже общаемся, несмотря на то, что мы, ну, либо в соседних весах выступали, либо бывало даже в одном весе пересекались, и где-то он выигрывал, где-то я выигрывал, в общем-то, с ним хорошее отношение, ну, вообще, со многими спортсменами и соперниками, как правило, лучше отношения, чем с теми, кто там в других весах выступает. Кстати, вот говорили, что Амар Сулоев любил так пожестить с молодежью спаррингу. Да, да, не, он жесткий парень, действительно, он и по жизни такой достаточно жесткий был человек, но... Жесткий, это что значит? Ну, бывают люди такие, знаете, прям вот, чувствуется, что он такой, там, серьезно, настроен на жизнь, не будет лишний раз там шутить, деда, такой прям, вот, и в спаррингах, и достаточно жесткий был, да, но, не знаю, у меня хорошие с ним отношения, чем были, и дружеские, ну, мне кажется, знаете, не буду там претендовать на какого-то суперпсихолога, мне кажется, это все равно же бывает, какая-то просто защитная реакция у человека, знаете, есть внешняя его сторона, где он там жесткий, спарринг где-то жесткий, а в душе, наоборот, мягкий и ранимый, ну, мне кажется, вот Амар Сулоев как раз такой был человек, честно говоря, то есть, я думаю, что его жесткость, это просто какая-то защитная реакция на окружающий мир, потому что, ну, как я уже сказал, ну, не знаю, я его другим все равно видел и чувствовал, и мы, и там, после выступления был какой-то период, мы на сборах были, по джиу-джитсу на сборах, были в Анапе, и там, рядом с Анапой, ездили, виделись, они же оттуда, и вангом, Бомаряна, Марсуев, и они, достаточно гостеприимно принимали, рады были видеть, не знаю, у меня, Бомаря Сулоеве, теплые воспоминания сохранились. С братьями какие-то легкие, может, по-регии, на сборах у Саши, Саши Семильяненко, он номер один был, никто особо не хотел, из-за его веса, ну, там, как правило, идут прикидочные уже, вот, когда ближе, ближе к стартам, прикидочные, идут такие схватки, когда тебе надо несколько схваток со своим весом провести, уже таких, прям, близких к соревновательным, и вот, значит, с ним особо, из-за его веса никто не хотел, там, кто-то к врачу пошел, кто-то еще куда-то, и говорит, типа, ну, давай, ты что, с Сашей будешь, я говорю, надо, конечно, какие проблемы, вот, и, ну, говорит, типа, Саша там, полегче, я говорю, хорошо, не особо прислушался, так, меня в ковер нормально впечатал, так, подтравмировался даже немножко, прям травмировался, так, не очень аккуратно, у меня так в ковер впечатал, а, ты бросок был, ну, так, знаете, в окно угловой, ковер, возможно, случайно, как полноценный спарринг, да, был у вас, то есть, да, ну, по правилам боевого самбо, грубо говоря, он предложил больше, типа, на ударную технику акцент сделать, я сказал, давай поборемся тоже, и он, типа, что, раз я хочу побороться, он мне показал, что он сильнее боится, ну, это мое, мое, опять же, впечатление, а, может, он и не помнит, того момента уже в жизни, ну, какой-то такой вот момент был, не самый приятный, ну, при том, что у нас там больше 30 килограмм, разница в весе, ну, как бы, то есть, там, понятно, что, сложно, с такой разницей весе, там, с ним как-то серьезно конкурировать, поэтому можно было и поаккуратнее, как-то действовать, но вот, такая была история. Вы же в Нидерланды ездили два раза за карьеру, получается, второй, 2005 год. Я уже тоже, вот вы мне напомнили, я не помню, наверное, два раза. Ну, я вот, знаете, почему задался таким вопросом, что в 2005 году, ну, сейчас уже понятно, что нет, но я задумался, что вдруг вы участвовали, может быть, в лагере Федора Крокопу, например? То есть, там вообще никаких соприкосновений не было в то время? Я не участвовал. Как-то так же сложилось, что нет, я не был у Федора ни разу на сборах. У Александра? У Александра, они вместе раньше сборы проводили. Да, но потом Александр же как бы отделился у него, а я Тим появился. Ну, это вообще отдельная история, там, я уже сказал, каждый раз свой путь, вот, Саша, свой путь какой-то идет в жизни, и различные периоды у него были, и, я считаю, что, ну, как говорят, не судите, да не судимо будет, не судите, я, Александр, мне сложно оценивать его, какие-то жизненные поступки, его, какие-то решения, ну, каждый для себя сам выбирает путь жизни, и допускает какие-то ошибки, за это тоже, наверное, нельзя, у человека, где-то, повецать, осуждать, он сам со своими ошибками, я думаю. Да, но это же уже история, как бы, тут речь. Ну, Саша же очень большая история, богатая, ну, да, он много, много этапов различных прошел, прошел, и Мамишев Тим там было, и Айе Тим, и, вот, то он, значит, в Чечне занимался, в Ахмате, это очень положительно для него тогда было, на мой взгляд, наверное, это вообще его был пик формы физической, когда он в Ахмате тренировался, ну, и вообще молодцы представители клуба Ахмат, там, всех, я боюсь, кого-то не перечислить, когда они вообще его подтянули, так скажем, да, то есть, в тот момент же, насколько я помню, он только освободился, после очередного срока, по-моему, как раз там была вот эта странная история с изнасилованием, странная, ну, просто, не потому что я не говорю, что там что-то не было или было, не мне об этом судить, я деталей не знаю, но просто странная даже, ну, с точки зрения Александра самого, то есть, ну, не знаю, у меня не ассоциируется как-то его образ с тем человеком, который вот, ну, мог бы, наверное, кого-то изнасиловать, ну, лично у меня такое, о нем сложилось впечатление, ну, вот так, так бывает такое, как, на эту тему же много разных исследований, фильмов, документальных, художественных, просто миллион, по поводу взаимоотношений мужчины и женщины, тонкой грани, где кто сказал да, где кто сказал нет, то, что вовремя услышал, не услышал, это да, нет, поэтому, с Майком Тайсоном известная тоже история, да, и ты, ну, вообще, с многими спортсменами, просто людьми, там, публичными, не публичными, в общем, такая сложная тема, очень, вот, просто я, насколько помню, как раз после, его тогда все осудили, ну, в общественном мнении, да, и вот он вышел из тюрьмы, после этого, и как-то так к нему все немножко, мне кажется, скептически относились, на тот момент, его приняли и поддержали в Ахмате, ну, вот, там, недолго, наверное, это произошло, но я считаю, что на тот момент, наверное, вообще, в плане физической подготовки, вообще, вот, ну, если на него посмотреть даже, то есть даже он лучше выглядел, чем в те годы, когда он там выступал в Крайде. Вы говорили, что в Америке более профессиональный подход на тот момент был. А он и сейчас более профессиональный. Ну, в Америке есть вообще сложившиеся, сложившиеся традиции профессионального спорта, и они более долгие, чем у нас, то есть у нас профессиональный спорт относительно молодой, по сравнению с Америкой. Многие спортсмены, которые даже российские, добились результатов в UFC, они добились, потому что они в Америке тренировались. Хабид Нурмагомедов, но готовился в Америке, на мой взгляд, в большей степени. Большая школа, конечно, из Дагестана, и вообще Дагестан такой, он, это центр вообще подготовки спортсменов и генерации вот этого вообще видов единоборств всевозможных. Вот, ну и, конечно, все равно уже для того, чтобы именно выступать на мировом уровне, для того, чтобы комплексно подготовиться универсально, для того, чтобы функционально правильно подготовиться. Здесь нужен уже профессиональный подход, у нас он не везде есть. Как я уже говорил, в большинстве случаев спортсмены, предоставлены сами себе. Вы вот обмолвились поездки в Дагестан, вы, получается, там выиграли пять миров по боевому самбо? Ну, так он громко называется, да, можно... Я вот тоже так понял, что это не совсем официальный, да, какой-то... Не официальный. Это, так называемая, тоже федерация боевого самбо, отдельно, прямо вот, федерация боевого самбо, и его создатель, Алексей Алексеевич Малый, ну, тоже известный человек, очень. Насколько я понимаю, они с этой идеей боевого самбо, как говорили, что они приходили в федерацию основного, спортивного самбо, и предлагали развивать их, там отправили, я так понимаю. Ну, опять же, как я это знаю, эту историю, может быть, это не так было. И они стали самостоятельно развивать боевое самбо, и первые соревнования по боевому самбо, тоже знаменитое, известное, тоже много всяких видео было, где там на машины разыгрывались за первые места, и там по боевому самбо выходили выступать люди иногда там вообще далекие от, реально, от каких-то боевых единоборств, то есть чисто спортивные, какие-то борцы пытались там выиграть машину, да, вот, и как раз начали проводить соревнования по боевому самбо, тогда еще не было в федерации самбо, как сейчас, спортивная федерация самбо, отдельно, направление боевого самбо. Ну, его хоть и назвали чемпионатом мира, там было несколько представителей экзотических Вьетнама, Индии, каких-то студентов в Москве нашли, привезли их для кворума, так сказать, но в основном, конечно, это были представители России, Украины, по-моему, без Белоруссии были ребята, несколько отдельных спортсменов, могу путать. Поэтому, конечно, хоть он и так красиво называется, и мне, конечно, наверное, надо было бы говорить, что да, это чемпионат мира, я его выиграл, но объективно это не так, и громкое название чемпионата мира, ну, все-таки не совсем соответствует этому статусу, ну, и опять же, после этого более активно начали развиваться в направлении боевого самбо федерации самбо всероссийской, они начали проводить соревнования более активно и стали запрещать спортсменам, выступающим по официальной версии, выступать вот по версии федерации, где Алексей Алексеевич Маловин руководил, поэтому, ну, при этом в финале чемпионата мира мне действительно довелось с Алексеем Олениковым, подраться и есть повод гордиться результатом. Мало кто, в то время вообще мало кто Алексей Олеников выигрывал и показатель того, что, в принципе, к тому времени уже более-менее я, как спортсмен, подрос и, в общем, достаточно уверенно себя чувствовал и в борьбе в том числе, потому что, ну, естественно, Алексей пытался в партере проявить свои лучшие качества и тянул туда, в начале поединка удалось мне ударом ноги там 4 балла заработать, иногда он отправить его, и я просто понял, что, опять же, к разговору о тактике, я просто правильно тактику выстроил, то есть, я понимал, что в партере с ним бороться не надо, и только защищался, в стойке он со мной не боролся, потому что даже в борьбе в стойке я получше на тот момент уже был, то есть, у меня было больше шансов какой-то бросок провести, он не боролся, он сразу тянул в партере, в партере мне только оставалось защищаться, если бы я, наверное, решил, что я хорошо борюсь в партере, и я смогу у него там дальше выиграть, ну, может быть, и другой исход был бы, это разговор о правильной тактике ведения боя, ну, вот, правильная тактика была выбрана. А там, кстати, машина какая-то разыгрывалась? Нет, там разыгрывалась не машина, там разыгрывался денежный приз, честно говоря, ну, не хочется никого обижать, но, правда есть правда, объявлена была одна сумма, заплатили сумму меньше, это, в том числе, тоже послужило снижением популярности этой федерации, в том числе, я, честно говоря, после этого вообще перестал уступать, это был уже второй случай, до этого все было четко, то есть, вот машина, вот телевизор, вот денежные призы, вот все, как договорились, все происходит, тут озвучивается одна сумма за первое место, в последний момент, говорит, слушайте, знаете, спонсоры какие-то не подъехали, сумма, ну, все, какая-то сумма денег, но она значительно меньше, в два, в три раза можем, то есть, и тут, вот туда было, я помню, чемпионат России, вот этот, который я говорил в Чехове, там была какая-то сумма озвучена, ну, по-моему, за первое место, там, пять тысяч долларов или евро, не знаю, на тот момент, очень серьезная сумма для спортсменов, которые, там, ну, как я уже говорил, с ресурсами, не очень было, все там, живые и мертвые, приперлись на эти соревнования, взвесились, там, все дрались, как могли, там, как последний раз, в итоге, там, заканчиваются соревнования, дело к награждению, говорит, знаете, тут накладочка произошла, спонсоры не подъехали, одни, поэтому, вот, там, в два раза меньше, там, в два с половиной раза меньше суммы, ну, все так покривились, ну, думают, ну, вот, чемпионат мира, уж, ну, тут-то точно, как объявили, так и будет, ну, объявили одну сумму, заплатили опять сумму меньше, я помню, что я еще подошел к одному из организаторов, и вот, на видео его тоже там, показывать, уже не помню, по-моему, мэр был Махачкавы, по-моему, к нему я подошел, я могу что-то путать, никого не хочу обидеть, вот, я подошел, говорит, слушайте, вот, нам денег меньше заплатили, я сюда на поезде приехал, пять дней ехал, у меня там, есть необходимость, быстрее попасть, у меня там другие соревнования, на билет, на самолет хотя бы, дайте денег, он, по-мужски, досталась кармана денег, сказал, чемпион мира должен летать на самолете, и дал мне денег на билет на самолет, ну, такой приятный момент был. А вот этот турнир в Дагестане, было что-то, может быть, что вам запомнилось, за пределами, то есть, много, много было, очень колоритная была поездка, очень своеобразная, тогда встречал нас, Мусейла Аладдинов, к сожалению, тоже погибший, там, спустя несколько лет, тоже с ним очень хорошие отношения были, и вот ездили тоже мы в Америку вместе, и такой тоже очень отзывчивый, очень такой настоящий, искренний парень, был жалко, и, ну, я смотрю, дети его там, стараются как-то, его память поддерживать, даже связывались, какими-то фотографиями, какими-то обменивались, вот, молодцы, что поддержат, он встречал, я помню, показывал Дагестан, Махачкалу показывал, ну, на тот момент, конечно, очень это все экзотично было, тоже, наверное, всех подробностей, сейчас уже не расскажешь, сам турнир тоже, естественно, был экзотичный, ну, во-первых, интерес, огромный интерес, вообще к единоборствам, и у спортсменов, и просто у обывателей, и, соответственно, зал битком был, и страсти кипели нешуточные, я помню, какие-то были спорные моменты, и там, со всего зала, значит, вскакивали, там был представитель Рязани, Рамазана Худулаев, ну, а он, сам уроженец Дагестана, но, долго проживший уже там, в Рязани, и он там с кем-то чуть не подрался, значит, не сцепился, там, из зала, какие-то крики, шумы, ну, вот, традиционно, наверное, темперамент определенный, кавказский, сказывается, и, конечно, это вот прям, воздух, был накален максимально, и страсти эти, прям чувствуясь, вот эта энергетика, огромная, она прям присутствовала, отсутствовала. А из-за чего там дрались? Ну, какой-то спорный вопрос судейский, кто-то что-то кому-то сказал, кто-то что-то кому-то ответил, там, начали, кто-то выбегать пытался, там, ну, в общем, какая-то такая, были какие-то заварухи, там, я помню, ну, они, слава богу, ничем серьезным не закончились, но, какие-то такие вспышки, вспышки страстей были на тот момент, я просто недавно был в Махачкале, ну, сильно отличается, то есть, сильно поменялось, то есть, в тот момент, конечно, не знаю, дискотека, где одни мужчины, например, не знаю, где такого, у нас таких не было ситуаций, ну, огнестрельное оружие, достаточно спокойно, в гражданских автомобилях у людей, там, просто, и никто на это внимание не обращает, то есть, там, правоохранители, даже, даже не обращают внимания на это, просто, гаишники рядом стоят, и все это видно, ну, как бы, в порядке вещей, ну, какие-то такие вещи, наверное, удивили тогда. Ну, вот, интересно, с момента про, исключительно, мужчины на дискотеках, как это выглядит вообще? Вот так вот, вот так вот удивительно. Там, национальная, наверное, музыка? Ну, какая-то музыка, может быть, и я сейчас уже не вспомню, какая музыка была, но я помню, что просто, там, дискотека, и одни мужчины. Я говорю, что вы тут делаете, это все, но обычно же приходят, а девушек нету. Ну, вот, запомнилось, прям, и вас удивило, и меня тогда удивило тоже. Ну, вот, что-то, пришли, потусовались, музыку послушали, между собой пообщались, и разошли. На турнирах по боевому самбо вы тоже вот с фидором не раз пересекались, а был какой-то, может быть, его была схватка какая-то, которая, по-моему, запомнилась особенно? Забавно были, конечно, когда с Сашей в финале они попадали. Вы там присутствовали? Бывали, да, я попадался, несколько раз, причем, по-моему, попадался, и каждый раз они устраивали такое легкое шоу. Ну, молодцы, ну, причем, знаете, тоже, это, двойные стандарты, то есть, у нас были ситуации, когда у нас, наши спортсмены, попав в, ну, в финальной стадии, в какой-то между собой договаривались, ну, чтобы не драться с одной командой, смысл драться бывает, что, ну, договариваются, и все, это не секрет, и, ну, это не противоречит духу, бывает, просто врачом снимается, у нас вот ребята не догадались с врачом сняться, и там договорились подраться, ну, так, по договоренности, так скажем, это судьи увидели, и дисквалифицировали обоих, и без приза отправили, как раз, когда машины и телевизора давали, то есть, люди там, без телевизора, да, мы поехали, расстроились, за третье место, по-моему, дрались, вот, а в то же время, вот, братья Емельяненко, подрались, ты понимаешь, это договоренность, всех вызывает улыбку, и все посмеялись, там, похихикали, там, поаплодировали, ну, потому что это достаточно артистично было, и так красиво, ну, молодцы, давали такое определенное шоу, из этого дела. Новости последние, связанные с вами, они не очень такого положительного характера, связаны там, что, ну, туда и спортивные СМИ писали, что Алексей Веселовзоров, там, это вот, декабрь 2020 года, арестован по делу о мошенничестве, такое было? Было, было, есть, и суд продолжается, не закончился еще, суд по этому делу идет, ну, если вкратце, как я уже говорил, я сам юросипообразование, у нас, юридическая компания, ну, достаточно стандартный, корпоративный спор, два владельца, 50 на 50, один из владельцев, не имел возможности, свои права, как-то, восстановить, ну, мой, друг, уважаемый мной очень, обратился ко мне с просьбой о помощи, ну, вот так, неудачно, как-то достаточно топорно, постарались помочь, ну, такая достаточно безысходная была ситуация, наверное, суд даст оценку этим действиям, правоохранительственные органы, соответственно, отреагировали на эту ситуацию, вот таким образом, наверное, детали, нет смысла, там, в рамках интервью, рассказывать, озвучивать, была, есть такая история, суд идет, ну, наверное, примет решение по деяниям, по всем этим, там, большое достаточно дело, оно сейчас случается, было еще второе уголовное дело, да, про уборку снега, не хочется кого-то обижать, оскорбляет, но те, кто в теме, знают, что даже, даже те, кто занимались тем делом, прекрасно знают, что это просто, ну, придуманная история была, там надо уточнить, ну, там получается, речь о том, что обвиняемые, якобы, похитили, там, 20 миллионов из бюджета, ну, вообще, вот оно изначально, знаете, как бывает, когда ты придумал ответ, а потом ты под ответ пытаешь задачу подогнать, ну, определенный руководитель, определенного, там, силового ведомства правоохранительного, решил на этой истории, поднабрать очков, то есть, там была, ну, была вообще компания, определенная с уборкой в городе, там, в общем-то, начались массовые проверки, и вот, один из региональных руководителей, решил на этом, поднабрать очков, сначала выписал всем диагноз, а потом начали исследования проводить, медицинские анализы собирать, и, так скажем, задача с ответом не шла, вообще никак, ну, всячески пытались, как-то это дело, довести до какого-то логического завершения, но когда оно совершенно не соответствует тому, что объявлено, ну, то есть, там, грубо говоря, фабула, было обвинение в том, что, уборка не велась, сотрудников не было, и, там, и вот, деньги, ну, платили же по документам, подписанным, якобы, неизвестными, какими-то, кто-то неизвестный, подписал документы, на основании которых нам, и нам тоже вполне условно, потому что никакого прямого отношения к этой компании, о которой, уголовное дело, против, ну, как бы, по деятельности, которое возбуждено это дело, я прямого вообще не имел, то есть, меня там просто вот захотел определенный человек видеть, я там оказался, все, кто видели, там, читали материалы, сильно удивлялись, вообще, какими краями я там оказался, то есть, до юра, я там никакого отношения к этой деятельности не имел, соответственно, ну, просто вот, посчитали, что я какой-то идейный вдохновитель этой истории, ну, вот за это пытались осудить, ну, создали больших проблем, конечно, любое уголовное дело, это проблема. Ну, закрыли сейчас эту улицу? Это дело закрылось, да, ну, потому что оно вообще на пустом месте было. Я понял вас, Алексей, спасибо большое за это. Да, спасибо.